Всем привет! Ещё лет десять назад в задний бампер китайских автомобилей кричали «фу!», а сегодня всё больше людей пересаживаются на эти автомобили. Интересно, с какими же вопросами они сталкиваются? Сейчас мы расскажем о болях, болезнях и положительных чертах кроссовера Haval F7. Встречаем! Давайте определяться – Haval либо Haval либо Havail, но вообще-то какая разница? Мне удобнее этот бренд называть Haval, хотя, честно признаюсь, с неймингом у этого бренда есть вопросы. И у нас объявление. На данный момент вот эта красавица продается. Ссылочка на объявление будет в описании к этому ролику. Спешите! Вообще этот бренд принадлежит производителю Great Wall, который у нас известен примерно с 2005 года. Как-то не всё у Great Wall шло гладко. Эти машины быстро ржавели и превращались в заготовки для сдачи в металлолом. В 2013 году родился бренд Haval. Насквозь – кроссоверный, модный и молодёжный. В 2019 году в Тульской области на заводе Haval началась полноузловая сборка кроссовера F7, а потом и других моделей. Итак, давайте перейдём к очень интересным деталям. Мы изучили статистику продаж Haval в России. Так вот, в 2019 году этих машин было продано 12 тысяч, а в 2023 году уже 118 тысяч. То есть, рост в 10 раз. А вот конкретно модели Haval F7 за этот период, то есть, продажи скаканули с трёх 600 единиц до 30 тысяч. Так вот, к чему всё это? Давайте же взглянем и на эти цифры. На момент съёмки данного обзора на агрегаторах в продаже три с половиной тысяч автомобилей Haval. Из них 1400 – это F7 и F7X. А знаете, сколько было продано F7 с 2019 года? 95 тысяч двести машин. И только полтора процента из этих автомобилей сейчас продаются. И каждая десятая машина вот из этого числа с пробегом меньше десяти тысяч километров. Вот такая вот любопытная статистика. Поэтому мы предлагаем судить только вам, страдают ли от этих автомобилей их владельцы. Мы также старательно изучали отзывы о автомобилях Haval F7 и F7X. Это абсолютно одинаковые автомобили, только отличаются к кузовам. F7X – это купе-кроссовер. Так вот, никто от этих автомобилей не страдает. Да, владельцы в гарантийный период обращались за устранением всяких мелочей. Но этих мелочей было не больше, чем у бюджетных «дастеров», «каптюров» и «аркан». Но объективно скажем, что F7X более наворочен и сложен, чем бюджетные «дачи». Ой, простите, «Рено». Ну, а самый яркий во всех смыслах гарантийный эпизод был связан с возгоранием вот этих автомобилей. Всего было пять случаев, и возгорались они примерно при одинаковых условиях. То есть, мороз минус 25, плюс автомобили были запущены с помощью автозапуска. И вот задубевшие, по официальной версии, поврежденные в ходе транспортировки топливопровода начинали пропускать бензин, и бензин начинал капать на уже раскалившийся глушитель. И поэтому… То есть, все это было в задней части. И поэтому происходило возгорание задней части автомобиля. Так вот, «Хавейл» объявил об отзыве 16 тысяч автомобилей. Именно столько в седьмых было продано с 2019 года. И, кстати, «Хавейл» поменял по гарантии по горельцам их автомобили. Зачет. Итак, давайте переходить ближе к делу. Что там у нас с кузовом? А с кузовом у нас все хорошо, особых жалоб на него нет. Радует коррозионная стойкость, причем в местах в сколах краски и в местах, где кузов подвергается абразивному износу. Но есть жалобы на зазоры, например, между задним бампером и задними крыльями. А у некоторых «Хавейл» протирали краску задние фонари и дверные ручки. На некоторых машинах приходилось регулировать двери для достижения ровных зазоров и достижения легкости открытия и закрытия дверей. Еще владельцы вот таких вот кроссоверов замечают, что по задним спойлерам у нас заднего спойлера нет. То есть туда набивается снег, затем он тает и образуется лед. И вот это все остается там. Еще в некоторых машинах в сырую погоду не работают датчики без ключевого доступа. То есть вот эти сенсоры слепнут. Но если вот брать по вот этим мелочам ничего криминального в этом автомобиле нет. Нужны витамины для вашего автомобиля? Надо устранить угар масла, защитить двигатель от задиров, поднять компрессию, убрать стуки вибраций, продлить ресурс двигателя от трансмиссии топливной системы, защититься от перегрева, снизить расход топлива, избежать замену форсунок, удалить запахи из вентиляции и многое другое. И Супротек вам в этом поможет. А АвтоСтронг стал официальным дилером компании Супротек. Супротек – это трибосоставы для двигателя, которые восстанавливают повреждения при холодном запуске, плюс защищают двигатель от износа при частичных перегревах. Также Супротек – это присадки для двигателей и трансмиссии, для гидравлики, для топливной системы. Также есть средства для ухода за автомобилем, а также есть моторные масла и смазочные материалы. Добавь своему автомобилю ласки и смазки вместе с Супротек. Ну а где покупать это все, вы знаете, в «АвтоСтронге». Ссылочки и подробности будут в описании. Заходите на наш сайт. Для Havail F7 предлагалось два мотора – 1.5 и 2.0. Моторы абсолютно разные, потому что разных конструкторских школ. И, кстати, про двигатели Havail у нас был отдельный сюжет, там мы подробно про них рассказали, и плюс еще там этот сюжет с картинками. Итак, встречаем. Полуторалитровый двигатель – чисто китайская разработка. Четыре цилиндра, алюминиевый блок цилиндров с гильзами, турбина Bosch-Malet, цепной привод ГРМ. И в этом двигателе есть еще механизм изменения высоты подъема клапанов. Ну, что-то наподобие «Вэлфтроник» от BMW. Этот полуторалитровый двигатель выпускается уже шесть лет, и на его долю приходится примерно половина продаж Havail. А это на минуточку сотни тысяч автомобилей в России, ну и пару тысяч в Беларуси. Так вот, за это время никаких особых проблем с этим алюминиевым китайским двигателем не было. Но известны вполне серийные случаи отсоединения воздушного патрубка. Он входит в дроссельную заслонку снизу, он отстреливает прямо как ступень ракетного ускорителя с хлопком, выходящего в воздух от турбины. Естественно, машина перестает ехать, но и проблема решается просто. На деле и покрепче зафиксировали хомут. Еще с наступлением холодов эти моторы переставали выходить на рабочую температуру, а проблема обнаруживалась в одном из двух термостатов. А именно под клапан термостата большого круга охлаждение попадал кусочек резинового уплотнения и препятствовал закрытию, поэтому антифриз всегда шел на большой круг и не позволял двигателю прогреться. Очень неприятно, что работа по устранению этой неприятности занимает 1-2 часа, а новый термостат стоит 10 долларов, и он устанавливается в металлический корпус, который стоит 60. И все, больше с этой полторашкой ничего плохого не происходит. Даже под видео, где мы его обозревали, нет негатива в комментариях. Да, есть негатив, только такой и от тех людей, которые просто не любят все китайское с моторами и колесами. Второй доступный двигатель – это двухлитровый турбированный практически копия всем известного 2.0 TFSI, а точнее семейство EA888 Generation 2. Так вот, такие двигатели ставили на Audi, Seat, Skoda, Volkswagen. И это действительно очень-очень похожий двигатель, как будто бы инженер, который уезжал в Китай и забрал с собой все чертежи. Так вот, у него чугунный блок цилиндров, цепной привод ГРМ, непосредственный впрыск, одна турбина Garret K03, и взаимозаменяемых деталей мы нашли только одну – это масляный фильтр, то есть он подходит и к немецкому двигателю, и к китайскому. При этом китайские создатели отказались от неблагонадежных решений. Масляный насос в китайском двигателе не имеет ступени меньшего давления, и поэтому озадранных шейках распредвалов, как на моторе 2.0 TFSI, можно забыть. Смотрите, как выглядит насос системы охлаждения у немецкого двигателя. Так вот, все это приводится отдельным зубчатым ремешком и находится под впускным коллектором. Дюралевый корпус помпы прикручен к распределителю с термостатом. Так вот, вот эта вот вся штука по оригиналу уже недоступна, а заменители стоят примерно по 200 долларов. И менять вот это все надо из-за течи антифриза по стыку пластика и дюралия. У китайского же двигателя весь корпус дюралевый, стоит 65 долларов. Помпа стоит 20 долларов, термостат отдельный, но уже вставлен в пластиковый патрубок корпус. И стоит это тоже недорого, 10 и 40 долларов, хотя 40 долларов за пластиковый патрубок – это, в принципе, дороговато. Так что там с надежностью у двухлитрового китайца? Да все, у него с надежностью в порядке. Масло он не жрет от слова совсем, цепи не растягиваются, а полный комплект для замены ГРМ стоит примерно 100 долларов. Да, в гарантийный период у двухлитровых двигателей были вопросы с тарахтящими фазовращателями, но это не было системной проблемой. И как вы думаете, сколько для этого китайца стоят фазовращатели? 140-150 долларов, и мы не нашли фазовращатели дешевле для европейских машин даже не по оригиналу. Уже тысячи таких двигателей прошли более 300 тысяч километров без капремонта, и чувствуют себя прекрасно многие владельцы вот этих Haval, тюнингуют их, то есть двигатели, и не только чип-тюнингом, то есть нагрузку в 300 сил и более они держат отлично, как и их немецкие прародители. В общем, беспокоиться по поводу надежности двигателей Haval не стоит. И знаете, какая трансмиссия досталась вот этому вот Haval? А это робот, то есть, правильно говоря, преселективная трансмиссия с двойным мокрым сцеплением, которая очень похожа на ваговскую DQ500. И, наверное, можно нагуглить фамилия, имя того инженера, который участвовал в разработке этой трансмиссии, и, скорее всего, он из Германии взял чертежи и привез их в Китай. Хотя местами на этой трансмиссии видны логотипы BorgWarner. А как мы знаем, BorgWarner вообще никакого отношения к VAC не имеет. Внутри китайская трансмиссия 7DCT450 очень похожа на DQ500 и буквально скопирована до мелочей. Разве что немного меньше, а конкретно меньше фрикционные диски в диаметре. Это и логично, потому что 7DCT450 работает в паре с двигателями до двух литров, а DQ500 до двух с половиной. Жалоб на работу этой трансмиссии нет, хотя встречаются единичные случаи замены этой трансмиссии по гарантии. Но владельцев скорее не беспокоит надежность этой трансмиссии, а беспокоит шероховатости в ее работе. То есть слишком резкое трогание, и она иногда тупит при переключении между передним и задним ходом. Регламент обслуживания предусматривает замену масла каждые 50 тысяч километров, либо же раз в пять лет. На замену уходит 6 литров масла, полный объем 7 литров, что больше, чем у DQ500. Фильтр также надо поменять. В принципе, нет никаких вопросов по замене масла, все инструкции есть в открытом доступе. Но чтобы проверить уровень масла, надо в заливное отверстие вставлять сервисный щуп. После замены масла или буквально, когда захочется, надо производить адаптацию этой трансмиссии. То есть это можно сделать с помощью фирменного сканера и софта. Частенько на клубных сервисах и у владельцев Хавейл есть вот эти все приблуды. Их можно купить самостоятельно. И напоминаем, что в Автостронге есть бренд Мотостронг. Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами и полным пакетом документов. Нужен отличный мотоцикл IDAV Мотостронг. Ссылочки я оставлю в описании. Также напомним вам, что помимо отличных бу запчастей, в Автостронге есть еще новые запчасти и технические жидкости. Так что по всем вопросам, касающимся запчастей, обязательно в Автостронг. Все ссылки будут в описании. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать вам об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Под капотом у Хавейл 7, точнее вокруг двигателя, ничего особо криминального не случалось. Были лишь единичные замены по гарантии компрессора кондиционера и генератора. И не забываем, что вот эта вот красавица с антикором сейчас, на данный момент, продается. Ссылочка по ней будет в описании к этому ролику. Хавейла F7 бывает полноприводным и переднеприводным. В нашем случае машина переднеприводная. Так вот, с полноприводной трансмиссией никаких проблем нет. Муфта подключения задней оси формально не обслуживаемая. Карданный вал, если бы он здесь был, идет целиком. То есть, это значит, что подвесной подшипник в нем не меняется. Но мы знаем, что это не проблема для специализированных мастерских. Тормоза у всех Хавейл F7 одинаковые, независимо от двигателя. Так вот, хотелось бы сказать, что тормоза могли бы быть и получше. Потому что после интенсивного торможения диски часто ведет от перегрева. Тормозные диски передние для этого автомобиля парочка стоит 150 долларов. Комплект колодок 90 долларов. Ступичные подшипники стоят по 30 долларов. Ступичные подшипники передней оси. Так вот, еще есть жалобы по поводу быстрого износа тормозных колодок. Примерно они изнашиваются за 10 тысяч километров. Ну, иногда люди жалуются. Но здесь неизвестно, было это до обслуживания суппортов, либо после. Потому что обычно колодки съедает из-за того, что клинят суппорты. Спереди тут обычная подвеска типа Макферсон. Так вот, шаровая опора и сайлентблоки детализируются отдельно. Шаровая опора здесь стоит 35 долларов. Задний сайлентблок вот этот вот стоит 25 долларов. Продается без кронштейна, он просто туда вставляется. Передний сайлентблок стоит 10 долларов. Весь этот комплект ходит примерно 150 тысяч километров. Передние амортизаторы по 140 долларов, их опорные подшипники по 35 и, кстати, на многие детали. В передней подвеске есть заменители и цены на некоторые в два раза ниже. Задняя подвеска, можно сказать, авторская. Мало где увидишь вот такие вот качающие здоровенные рычаги. Они целиком продаются за 250 долларов. В задних поворотных кулаках по три сайлентблока. Они продаются в сборе с кулаками. Это всё стоит 300 долларов. Верхние развальные тяги по 35 долларов. Напоминаем, что машинка продается. Ссылочка в описании к этому ролику. Ну что мы старались быть абсолютно объективными и скажем, что Havel F7 – это надёжный кроссовер, хоть и китайский. Их было продано очень много в России и в Беларуси под 100 тысяч машин. И даже видно по форумам, где общаются владельцы этих автомобилей, что они там больше обсуждают качество топлива, либо ещё активнее чип-тюнинг, нежели какие-то поломки. Проблем у этих машин глобальных каких-то нет. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот качественные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».